всем привет друзья утро субботы второе января делаю майонез и салат делаю сейчас покажу я начал снимать я когда майонез вот видите салатик какой тут болгарский перец салат помидоры огурцы укроп зеленый лук наконец-то свой с это самое срезала половину вот снега выпало сегодня очень много опять минус 17 градусов алюша сейчас ходил управлялся и чистил там дорожку чтобы конюшки ходить вот сейчас за ограду пойдет еще чистить матвей уже у нас пострелял сходил а че я не включила что ли вот да че она не работает это че у нас розетка чего-то не то что за новость у нас есть ого В общем, сегодня меня что порадовало, что я сегодня взвешивалась и похудела, друзья мои, за эти два первых новогодних дня, дня аж на 700 грамм. Вот, это не может не радовать, да? В то время, как все набирают в новогодние праздники, я, в общем, сбавила на 700 грамм, это хорошо. Так что, значит, мы всё делали правильно и готовили правильно, и ели правильно. Вот такие дела. Бабушка ест ложками майонез мой. Ой, какой вкусный. Да, вот. Вот такой вот красота. Домашний майонез. Кто ещё не делал, делайте. Вот, что у нас ещё из новостей? То, что вчера вечером уже на ночь у Фимы выпал ещё один зуб. И опять не тот, да? Самый передний так и торчит, никак он не отпадёт. У него выпал боковой, как бы верхний тоже. В общем, вот так вот зубопад продолжается. Так он ел что-нибудь? Нет. Он говорит, мама, он у меня уже, говорит, на ниточке крутится, вокруг оси, сделай, говорит, что-нибудь. Ну, я что, давай его вот так шатать и выпал у него. Ой, кошмар. Бедный ребёнок. Так прям уж. Скоро, как я будет. Так у него новый уже прёт там что-то. Широкий, хороший, верхний зуб прёт. Вот такие дела. Варим мы на обед суп. Сейчас плиту будем мыть, так что... У нас тут плита грязноватая. Сейчас пенку надо ещё поснимать. Вот такие дела. Да она уж стоит два дня. Конечно, сухая, она уж усохла. Ну, последний кусочек он доедает. Это самое. Форель. Матвей, не надо много кетчупа. Давай ананас разрежем. Да, вот ананас мы подумываем съесть уже, а то он уже начал портиться. Ну, сейчас я его разрежу. Как раз уже время обеда подходит. Сейчас тётя Ирина приходила за яйцами. Так я сырок ей дала, угостила. Отрезала кусочек, грамм 300. Может, она попробует. Вот. Сейчас всё приберу. И ананас будем разрезать. Вот такой вот у нас ананас получился. Ну, в общем, целые блюда, да. С одного ананаса надо будет ещё купить. Вот пойду в магазин, они сейчас по акции как раз будут. После Нового года на них акции начинаются. Вот. Они и так были по 90 с чем-то рублей у нас за килограмм. Вот. То есть, не дороже, 200 рублей на нас выходит. Так что, надо будет ещё аромат такой. Надо вот только попробовать сладкий. Он не сладкий. И нарезать его, Матвей. Браво. Угу. Угу. Сладкий, друзья. Хороший. Угу. Вкуснятина. Ммм. Обыкновенный. Обыкновенный. Как будто каждый день ананас съешь. Только на Новый год берём. Ладно, пошла я теперь, друзья. Язык нарежу, будем обедать. Пошёл на каток. Дед собрался с ним. Вот только куда ты собрался, такой мороз. Не замёрзли. Не знаю. Собрался снегоуборщиком чистить тети. Лишь бы дошёл он твой снегоуборщик. Такую даль. Вот. Сейчас мы с вами выйдем, посмотрим. Алёша, что там чистит? Он тоже на улице. Камин топится. Сейчас я его увижу. А то он непонятно, где чистит. Здрасте. А где папка у нас? Не знаешь. Его не было здесь? Ну, где-то садил. Ясно. Ясно. Нету его. Ну, ладно. Один Илья. Один Илья. Ну, ладно. Вчера, слушайте, я брызгала все свои розы. Развела Ордан. Вот в этом новом флакончике. Наконец-то купила нормальную брызгалку. Ещё когда мы в Леруа ездили. Вот сейчас только успела её сделать. Дело в том, что гибнуть стали. Мои розы опять белым таким мучнистым налётом покрываются. И всё тут. Вот. А это же это. Как мучнистая роса получается. Вот такие они. Противные домашние розы. Не хотят ни в какую жить по-человечески. Вот. Из-за этого и листочки засыхать начали у меня. В общем, я смотрю, они у меня всё хуже и хуже. Развела. А вчера их обрызгала уже. Вот. А так-то ничего. Живые. Если б до лета выжили, можно было их, конечно, высадить куда-нибудь на улицу, чтобы они... Хотя их там, наверное, тоже съест какая-нибудь паучиная клеща или ещё какая-нибудь тварь. Ай, в общем, вот так. Вот этот мне нравится. Хорошенький. Такой пушистенький стоит. Ой! Тоже в верном я его покупала. За 5 копеек, так сказать. Ну, там недорогие привозят растения. Это обычно. Вот видите, что творится. Сломала собственными руками. Такой ломкий достаточно. Ну, этот мой декабрист, не декабрист, цветёт. И пахнет. Я его тем боком, он отцвёл уже. Тот бок начал сначала. Сейчас вот этот зацветает. Вот такие дела. Ходим, рыбок кормим, хому кормим тут. Топим для них, чтобы они не замерзали. В общем, вот так вот. Сейчас, если найду, Алёша, сниму. Наконец нашла я отца. Бегаю, бегаю вокруг. Не могу найти. Как ты так? За оградой они с Фадеем почистили. Фадей сейчас пришёл, я его поймал. Говорит, где папа там? Он говорит, а за оградой мы чистили, а я их не могу поймать. Сейчас уже всё за оградой вычистили? Да. Да, если обморозился. А что такая лёгкая шапка? У тебя двойную бы хоть одевал? Нет. Вот так потеешь, да? Там видно, какую кучу сделать. Ой, потом посмотрю, я что-то так замёрзнула. Даже выглядывать сегодня так холодно. Дед уехал всё-таки, да? На снегуборщики-то. Ушёл. Ушёл пешком. Ой, замёрзнуть тоже. Неугомонный человек тоже. Пока себе работу не найдёт. Не успокоится. А я полезла, друзья мои, в подвал. Тоже бабушка у нас сидит, мультики свои смотрит по ватсапу. А я полезла. Ой, в подвал. Господи, как же мне сейчас открыть-то эту крышку-то с камерой-то не удастся. Или удастся всё. Ой. Так. Что-то не знаю, кофту одевать не одевать. Одень холодно. Что-то я так замёрзнула. Пойду я за кофтой ещё полезем. Полезли. Бабушка, следи за Ефимом, чтобы не зашёл от он. Так. Хорошо. Здесь теплее, чем на улице. Так. Сейчас включу я свет в этом. В погребе. На ней здесь, говорю, потеплее. Здесь, наверное, так. Градусы три-то есть. А там-то минусяра. Так. Сейчас мы спустимся. Так. Свет. 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 Пересвет. Как тут у нас? Картошки нынче, друзья, не густо. Но мы всё покупную идти едим. В последнее время она там крупная, хорошая. Привозная, что ли, она откуда. Вот. А своих-то у нас сколько тут? Шесть, семь. Ну, девять ящичков. И то не полные. Вот. Буду выбирать, которая покрупнее. Вот такая вот посредненькую оставляю, потому что потом придётся садить крупную. Так вот. А крупненькую выберем. А крупненькую. А меленькую съедим, надо сказать. Наоборот. Поэтому я сейчас стараюсь всё равно покрупнее выбрать. Вот. И можно этот ящик нам убрать будет. Сейчас я попробую камеру куда-нибудь пристроить. Чтобы нам не игру. У нас главное. Так. Опа. Ну, тут уже опять крупненькая. У нас сейчас мало едыков-то картошки так. Я думаю, этого ведра-то должно хватить им на неделю. Или на две. Что-то надоело и магазины. Говорит, а не какая-то она водянистая. Достань, говорит, наши домашние. Ну, правильно. Её что же съесть надо? Так вот. Ещё мне надо будет достать морковку сейчас. Так. Так. Морковка у меня тут в апильчике она нынче. Ну, вроде бы ничего. Мне нравится. Она нормально хранится у меня в апиле-то. Вот она у меня красавица. Хочу я корейский опять сделать. Хорошо он уходит. Особенно Матвей его хорошо ест. А для меня это прям спасение. Потому что овощи при нашем питании необходимы. А помидорок на него, извините меня, не надерёшься. Помидорки-то большие, а он ест-то овощей много. А огурцы неохота. Ну, я вот сама сегодня огурцы в салате поела. Поняла, что что-то они какие-то уже не так пахнут. Как буквально вот последнее время я покупала. Я ещё говорила вам, что вроде неплохо пахнет. Сегодня что-то попробовала, какие-то фу. Неохота даже их есть. Не зря и Матвей отказывается. Говорит, нет, мне помидорок только. А вот, так что решила я сейчас ему всё-таки с морковки сделаю ещё. Что-то тут одна мелочня, что ли, осталась. Нет? Не знаю. Вот это ещё ничего пойдёт. Видите, на корейскую надо, чтобы подлиннее были влокнуты. А вот. Так что сейчас мы их выберем. Морковки покрупнее, чтобы были. Так. Вот это вот. И вот. Вот. И свеклы надо будет. Всё, наркуты мне хватит. От свеколки у нас вот здесь вот. Вот Алёша какой, говорит. У нас, говорит, свеклы осталось 6 штучек. Вот это что, 6, что ли? Да ещё 500 раз хватит суп сварить. Ну, не 500 хватит. Но нам этого хватает. Мы не так часто свекольные именно супы варим. И салаты со свеклой не так часто делаем. Тем более, что сейчас, когда мы сладкое не едим, а это считается овощ такой сладкий. Редька у меня тут. Пока не буду доставать. Чуть не соскучилась я по редьке ещё. Ой. Сейчас заставлю. Так, сама полезла. Не стала я Алёшу ждать уже. Так. Потому что он пока дочистит, устанет. Его тоже заставлять не буду пока. Пусть он отдыхает. Придёт. Чистит снег. Тоже на холоде. Я представляю, как он замёрз. Так. Вот сейчас бы лишь бы мне свеколку эту не уронить. Раз. Два. Три. Хорошая зарядка. Четыре. Ох, какой порог высокий. Так. Сейчас ещё яблочек с вами возьмём. Финки. И не финки. Своих. Своих яблочков. У меня вот здесь вот лежат. Надо их забрать. Вот эти вот. Яблочки. Так. И здесь можно одну упаковочку взять. Вот они. Нормально. Всё. Так. Вам надо что? Нет огурчики, если достать банку? Нормально. Так-то вроде всё ещё есть. Особо не ели. Так. И, наверное, достану я винцо, чтобы не покупать эти. У меня вот здесь вот стоит винцо. Какое-то. Какое, не знаю. Сейчас буду гадать. Что за вино, интересно. Так. Потому что всё равно на Рождество бокальчик надо будет наполнить. А где у нас эта самая была настойка-то? Или это она и есть? Водка-то, которая залитая была. Я что-то не могу найти её. Куда я Илюша поставил? Фу-ху-ху-ху-ху-ху. А помидоры у нас тут, да, это... Помидоры? Да есть там помидоры? А в жиле-то? А в жиле-то у нас и нет уже. До ели. Ладно. Всё, в общем, пошла обратно выбираться. Тима ест тортик. Вкусный торт, Тима? Да. Ага, трюфилёк его любимый. А я, друзья мои, делаю борщ сегодня без картошки. Что-то так захотелось супику, мы все подумали. Матвей просит красный свекольник. Вот я свеколку сейчас запустила, помидорки прям целиком мороженые наши. Вот. Так что потихоньку готовлю. Мясо вот выловила. Сейчас его тоже изрежу, но кусочки. Лопатка свиная была. Плиту помыли. В общем, потихоньку дела делаются. Вот. Пообедали вкусно, язык ели. Адыгейский сыр ели. Салатик ели. Вот. Такие дела. Наш человек непонятный. Вот торчит один зуб, который тоже должен вот-вот выпасть. Но ещё торчит. Бабушка сейчас звонила, попоздравляла ещё родственников. Вот такие дела. Одна дальше буду готовить. Срезала мяско, друзья. Укроп. Это буду в последнюю очередь запускать, когда овощи у меня проварятся. Капусту, морковку, свекло, помидоры. Перчик болгарский один. Всё спустила уже. Вот. Официально включилась на самом деле, чтобы показать вам состояние моего сельдерея. Помните, я его осенью чистила, складывала в пакеты. И посмотрите, как он прекрасно хранится просто в овощном ящике. Вот. А борщи без сельдерея, это вообще, смотрите, он как камушек. Немножко он, как бы, вот такой потемнел, но не сильно. Даже если его начать счищать, я вам сейчас покажу. Он абсолютно, там, беленький будет. Смотрите. Видите, какой он и хрустящий. О! Вот. Его я сейчас на крупной терочке натру, больше очищать не буду. Это, ну, просто потемнение идёт, это контакт с воздухом. Но хранится, вот смотрите, уже третий месяц пошёл, он прекрасно сохраняется, просто очищенный, в очищенном виде. Вот что значит эфирные масла в сельдереи, да? Вот. Ну, и нас они, конечно, оздоравливают. Что, Кузенька? Привет, Фадей. Дед с Матвеем ещё не пришёл, всё ещё на катке чистят они. Сели есть борщ. Ну, как борщ? Очень вкусный. Очень вкусный, несмотря ведь на то, что картошки нет, да ведь? Да? Да! А что смешного? Ну, он бы узнал, он бы есть и стал. Как же без картошки-то борщ? Ну, как это, просили с лестями, не знаю, это, картошкой, типа, суп надо. Ну, на неделе, как хотите, как хотите варите. Специально, да? Да, а сегодня мы сварили и для себя тоже. Ну, и Фадейкин, и Матвей просил борщ красный тоже. Поэтому сварили для всех универсальный, без картошки. Вот такие дела. Ну, ладно, давайте ешьте. Дед пришел с катка, половину убрал. У него свеча что-то забарахлила, у этого зачихал, в общем, снегуборщик. Ну, снегуборщик заболел. Вот, так что пришел он домой сейчас, вот, поел тоже супу и ушел отдыхать. Вот такие дела. А Матвей кататься остался. Еще покатается маленько. Ну, вот и вечер, друзья. Вкусняцкий у нас сейчас ужин был. Ничего не скажу. Доели, слушайте, мой борщец почти до конца. Матвей сейчас две тарелки съел. Вот так ему захотелось. Борща давно не ел. Ну, знаете, я говорю, нас с Налешей посмеялись. Дед тоже не заметил, что не было картошки в этом борще. Вот, вот так вот смешно получилось. Вот, потом я еще делаю одну вкусняшку, которую выставлю на делах хозяйских, а именно штрудель. И посмотрите, что у меня осталось. Остался один маленький кусочек, который еще дед не пробовал, по-моему. А так все поели, всем понравилось. Я даже не ожидала, что будет так вкусно. Мы с бабушкой съели по два кусочка. Вот так вот. Поэтому смотрите, обязательно попробуйте такой рецептик. Вообще обалденно получилось. Просто пальчики ближе. Вот. Ну и все, собственно. На завтра растаиваю фаршик. Достала свиной. По-моему, это да, вроде бы свиной. Вот. Бабушка хочет завтра фиме. Он у нее сегодня весь день просит пирожки. Хочет с мясом ему завтра немножко поставить. Я говорю, ну много не ставь, а то в тот раз, видите, не едимое дрожжевое. Это они, в общем, чтобы не выкинуть тесто. Я говорю, много-то не надо. Так, с полкило. Фиме только постряпать до фадею. Они любят тоже пирожки. Вот. Такие вот дела. Сейчас пойдет Аляша уже управляться. А я пошла отдыхать. Что-то я сегодня навозилась. И суп товарила. И штрудель делала. В общем, то, другое, третье. Вот так вот скачу. Вот так вот. Пошла, в общем, отдыхать. Что ты, дед, на ночь-то глядя, собрался рисовать, а? Вдохновение нашло. Ха-ха-ха. Понятно. Все с вами понятно. Доканчивать надо. Ага. Надоело мне уже. О, что ты творишь? Для тебя клян все посыду. Ха-ха-ха. О, даже лучше стал. Стволик белый появился. А? Лучше стал. Лучше ствол. Сейчас закрасим. Что-то я не понимаю, что это за труба там появилась белая-то? Ты ее будешь еще закрашивать? Да надо закрашивать. Да не надо закрашивать. Говорю, лучше стало. О, да, пошло все. Пятно какое-то. Сейчас сделаем трубу коричневой. Как она и бывает. Цивильные дома-то стали. Этот такой все. Какой? Ну, первый. Ну, и тот уже не такой развалюха. Ну, вроде их живут в нем уже, да? Ну. Слишком яркие окна. Ну, да, далековато они. Что, друзья, я, в общем, включилась, чтобы попрощаться. В смысле, до завтра попрощаться. Поставил сейчас голову, варю Байкалу традиционно вечером, вот в это время. Сейчас они быстренько сварятся. И пойду я управляться, чтобы его горяченьким накормить. Все-таки холодно, парню. Так что мы ему стараемся, чтобы я сварила. Они остывают, потом у меня в тарелочке я ему выношу. Вот. Такие дела. Собственно, новостей больше никаких нет. Сидим, смотрим пса, как всегда. Идут опять, повторяют все серии. В общем, видите, что дело. На микроволновку опять телефон положила. А я смотрю свои какие-то ролики в Инстаграме. Да, это самое, в Ютубе смотрю. Интересные мне ролики. Так что вот этим вот и занимаемся. Больше пока ничего не делаем сегодня. Да и не будем делать, только корове схожу и все. Вот так, друзья. Поэтому завершаем на сегодня все. Давайте до завтра будем прощаться. Давайте всем удачи, здоровья и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok